всем привет меня зовут леонид константинович кайзер и сегодня мы с вами начнем разговор о следующем разделе механики который называется динамика он как вы понимаете связан с действием одного тела на другое также я хотел бы вам сегодня рассказать о том что же такое инерция и в чем же заключается закон этой самой инерции и также сегодня мы с вами начнем формулировать фундаментальнейшие законы предложенные сааком ньютоном конкретно поговорим с вами сегодня о его первом законе и так поехали начнем конечно же с определения динамики что же это такое и так смотрите динамика это раздел механики как в котором у нас рассматриваются причины характера движения тел то есть если раньше мы с вами говорили в кинематике о том что благодаря кинематическим уравнением и определили знанию определенных законов мы могли сказать о том где находится тело в какой момент времени то есть отвечали на вопросы где и когда сейчас же в рамках изучения динамики мы будем с вами отвечать на вопрос почему и ответом на данный вопрос будет служить очень простое явление которое называется действием одного тела на другое и так давайте посмотрим в начальный момент времени тележка покоилась однако человек начинает ее толкать и как вы понимаете с течением некоторого времени у данной тележки появится некоторая скорость то же самое касается и ситуации когда тележка двигалась и человек начал ее своими усилиями тормозить и в итоге тележка остановилась что это означает это означает что изменение скорости является признаком механического действия на тело то есть получается что мы с вами говорим о том что у тела при воздействии на него появляется некоторое отличное от нуля ускорение за счет чего изменяется как раз таки скорость этого самого тела что касается у нас закона инерции про который я уже говорил то есть мы сейчас с вами попробуем сформулировать что же такое в принципе инерция да и в чем же заключается закон этой самой инерции смотрите в начальный момент времени тело находилось на вершине горки на высоте аж над землей и скатывалась получается изначально у нас скатывалась у нас для приобретения некоторой скорости до одинаковой высоты однако дальше у нас наблюдаются различия в наших экспериментах в первом случае мы с вами брали допустим это будет какая-то гладкая зеркальная поверхность до как которая не особо сопротивляется да скажем так движению тела по ней во втором случае мы с вами возьмем шершавую поверхность до которая будет уже сопротивляться значительно активнее и как следствие мы можем с вами увидеть что в первом случае шарик прокатился еще достанно достаточно большое расстояние точнее даже в условии практического отсутствия действия на него этих самых сил воздействий до со стороны поверхности он практически не изменил свою скорость чего не сказать во втором эксперименте дело в том что шарик когда скатился начинает двигаться по этой шершавой поверхности в конечном итоге останавливается что это означает это означает что за счет действия некоторых сил до воздействий скажем так за счет некоторых воздействий мы в конечном итоге с вами пришли к тому что скорость тела может у нас по-разному меняться в зависимости от скажем так величины этого самого воздействия потому что как вы понимаете сопротивление во втором случае будет значительно больше чем в первом в таком случае мы с вами можем сформулировать следующий закон инерции смотрите скорость имеющиеся у тела относительно земли сохраняется на идеальных горизонтальных поверхностях до тех пор пока нет причин приводящих к возникновению ускорения во втором случае как вы понимаете ускорение было у нас отрицательно потому что мы тормозили наше тело и движение тела без воздействия на него других тел называют движением по инерции теперь я надеюсь вам понятно что же означает выражение что то про полетела по инерции либо рука пошла по инерции очень часто в быту так говорят например когда человек разворачивается и он объясняет почему он уронил тот или иной примет со стола он говорит ну я как-то так у меня рука по инерции пошла и вот я задел кружку допустим на столе теперь я надеюсь вам стало чуточку понятнее идем дальше теперь что касается систем отчета которые мы будем с вами рассматривать относительно этого самого движения по инерции смотрите система отчета относительно которых тело покоится или движется равномерно прямолинейно называют у нас системой и отчета инерциальной если же мы с вами говорим о системах отчета относительно которых тело движется с ускорением то такие системы называются не инерциальными системами отчета и так наблюдаем получается что автомобиль движется с некоторым ускорением по направлению тележки я не знаю зачем но тем не менее он это делает что же мы с вами можем наблюдать относительно самого автомобиля тележка движется с ускорением как вы понимаете да в таком случае мы говорим с вами о том что автомобиль является не инерциальной системы отчета то есть эта система отчета которая связана непосредственно с ним если мы же мы с вами берем систему отчета которая связана с землей то тележка относительно земли покоится и это означает что такая система отчета будет являться у нас инерциальной потому что относительно нее тележка покоится либо она может у нас теоретически двигаться в принципе равномерно прямолинейно то есть ускорение не имея относительно земли чего не сказать относительно автомобиля что касается инерциальных систем отчета давайте введем с вами строгое определение это такие системы отчета в которых свободное тело движется равномерно прямолинейно или покоится по тележке в принципе было понятно что должно тело покоится равномерно прямолинейно что это означает это означает что ускорение опять же у нас нет согласно предыдущему примеру что же касается теперь законов ньютона которых я говорю исаак ньютон обобщил многие известные к тому времени факты в том числе наблюдение галилео галилея а также вплел туда в свои какие-то научные выкладки да и в итоге все это обобщил виде трех законов у нас и всего будет три извините за спойлер но мы начнем с вами с первого и так он касается как раз таки у нас инерциальных систем отчета и первый закон ньютона формулируется следующим образом существуют такие системы отчета относительно которых тело движется равномерно прямолинейно или покоится такие системы отчета как вы понимаете называются у нас повторюсь инерциальными в дальнейшем все задачи мы будем с вами решать конечно же в инерциальных системах отчета выбирая в качестве тело отчета либо землю либо тело которое будет либо покоится либо двигаться равномерно прямолинейно относительно земли всем спасибо счастливо пока пока пока